Ребятки, всем привет! Хотите заценить мой слётик в Подгорном? Очередной? Пожалуйста, продолжайте смотреть это видео и вы посмотрите, как я сегодня слетел в Подгорном. Но кроме слёта, в этом видео будет такая небольшая интересная история. Мы пообщались с таким пилотом по имени Георгий. Он рассказал много интересного из жизни парапланиристов в 90-е годы. Вы помните, многие из того поколения, кто меня смотрит, знают, каково это и какой ценой давались эти полёты, сколько весили парапланы и на каком уровне была безопасность полётов. Поэтому можно поностальгировать, послушать Георгия. Сейчас мы будем с ним подниматься в Подгорное, и он будет всё это рассказывать. Можете послушать. Кому-то будет очень даже интересно. Мне было очень интересно послушать и узнать что-то. А Подгорное, оно такое, как говорится, что я вот приехал сегодня, я не помню уже, я сбился со счёта четвёртый или пятый раз. И очередной слёт, несмотря на то, что я ехал на шикарный прогноз. Я ехал и был уверен, что сегодня будут тут полёты. Но по факту имеем то, что имеем. Продолжайте смотреть, не переключайтесь. Дальше будет интересно. Повернул я на Подгорное, проехал Ласпиа. Сейчас перед вами северные склоны Ласпианского хребта, на котором мы летаем вот с той стороны. Эту сторону горы обычно вы видите только с высоты птичьего полёта. Значит, сомнительные у меня эмоции в данный момент, потому что погоды сегодня много, база хорошая. Много лётных мест сегодня, где можно полетать. И эти места гораздо проще, чем Подгорное. Но я решил поехать на Подгорное, потому что там хоть кто-то из пилотов будет летать. Вот это единственная причина. Всё, другой причины нет. Прошлый раз я летал в гордом одиночестве. Ну, как-то, конечно, неплохо, но с кем-то да повеселее. Вот. Из плюсов, что я в Подгорном, как вы знаете, ещё не летал толком. Там был какой-то слёт с единственным потоком. Сегодня, может быть, полетаем. Там ребята, которые туда частенько ездят, сегодня будут. Они там всё знают. Говорят, погода бомба. Кроме того, они уже ждут там. Говорят, погода бомба. Уже непосредственно из-под горки. Вот. А я уже вижу склоны. Вон они впереди. Подгорная. Уже старт видно. Облачка висят над Байдарской долиной. Выглядит всё перспективно. Мне осталось ехать меньше 10 километров. Подъезжаю, скоро буду. Так, ну а сейчас, как видите, я уже повернул направо в Подгорное. И прямо перед... Передо мной, перед нами склоны, горки в посёлке Подгорном. Где и находится наш старт. Пучёбочка висит. Всё выглядит перспективно и хорошо. Сегодня пойдём по какой-то новой дороге, поэтому, я думаю, контент получится не менее интересный. В общем, встретились мы с Георгием. Вот, поднимаемся уже потихоньку. А я не знаю, как вас зовут. Роман. Роман, вот. И с Романом. Поднимаемся вот такой компанией. Там компания уже из четырёх человек пошли. Говорят, разведка доложила. И ещё будут. Да. Вот поэтому я сюда и приехал. Потому что вчера я летал на горе Лысая. Вот, в полном одиночестве. И слышал все ваши разговоры в рацию. И вы меня не слышали, я так понимаю, да? А, ну как. Лысая какая из них? Лысых у нас много. Северная сторона Ай-Петри. А-а-а. Вот, я там летал. Ты был совсем недалеко. Странно, что я тебя не слышал. Да, я там летал. Я вчера летал один здесь. Один? Да не может быть. Тут столько... Или кто-то... У меня была группа сопровождения. Понятно. Так что по поводу бойки? Какой вопрос по поводу бойки? Ну, по поводу бойки, в принципе, уже вопросов нету. Я разъедал. Я разъедал. Хотелось просто... Дело в том, что я спускался от Удово по нормальной дороге в полной темноте. Поэтому хотелось бы первый раз все-таки по свету пройти с тобой, потому что я так понял, ты там поднимался с богатыря уже не один раз. А там одна дорога, там по снегу вообще легко. Там все-то следы. А вот... Ну, не по снегу. Да. Сегодня была, потому что идея поехать на бойку, но у нас один из пилотов после ночной смены все-таки туда подъем посложнее, чем здесь. Хотя ненамного. Ненамного, да, одинаково. Одинаково идти. Одинаково. Ну, дольше ехать и в любом случае какое-то время бы ушло бы на поиск дороги. В том плане, что я говорю, я там спустился в полной темноте к машине, пока сориентируешься, потеря времени. Я не хотел повторить просто подвиг, который был осенью, когда я выбрался наверх, расстелился, сделал попытку старта, пока шел, была погода, парили птицы. И когда все выключилось, на моей второй попытке улететь, было просто до слез обидно, потому что пришлось складываться и идти ножками вниз. А выключилось в каком плане? Прямо спину задуло или просто штили? Выключилось. Там все-таки я со своими коленными суставами себе, ну, не позволяю сейчас уже стартовать первым стартом. Передним никогда? Не хочу. Я уже один раз так колено выбил, поэтому не рискую просто. Ну, ясно. Просто все выключилось и перестала или повить птицы, а находясь фиг знает где, риск развеситься для меня неприемлем. Как бы в своем возрасте уже глупости я стараюсь не делать. В любом возрасте лучше не делать. Что-что? В любом возрасте нельзя делать. Ну, в молодости простительно, когда уже почти 30 лет в парапланиризме. Уже... 30 лет? Ну, около того. Нормально. Первый полет в 1997 году был. Ладно, поднимаемся. Я тут Георгия прервал на пол беседы. Короче, Георгий рассказывает историю о том, как он вообще оказался в парапланиризме еще в 90-е годы, представляете, когда не было ни интернета, никаких средств связи, ни мобильной, вообще ничего не было, вы помните? И тут человеку в голову приходит такая идея. Он любил ходить по горам, приходит такая идея. А нахрена идти пешком с горы, если было бы круто слететь на параплане? Он где-то услышал, что есть такой летательный аппарат, параплан. Вот. Если можно взять параплан и просто слететь. И он в газету подал объявление, куплю параплан. Ему кто-то продал. Да? Ну да, мне очень повезло, в том плане, что меня не обманули. И это на тот момент, это был... Параплан-полет назывался, да? Параплан-параплан, да, это полет был. Параплан-полет, это русский? Русский, да? Да. Это наше производство. Самые первые парапланы, которые появились, я их не рассказывал мой инструктор Андрей Левин, в царстве ему небесное. А, то есть был все-таки учитель, да, какой-то? Кто-то вас научил? Да, учитель, словно, был. Не сами, как вот, я знаю, нескольких всего. Азы давал Андрей Левин. Это грамотнейший человек был. Ковалаз, парашютист и, наверное, один из первых парапланеристов в Крыму. Ну, суть просто в чем, что я купил параплан, а потом до 100% убежденный, что эта вещь мне обеспечит спуск в любой ситуации с горы. Да, но не в любую погоду, как позже выяснилось. Я думал, да, что это в любую погоду. Через доставку я нашел клуб «Дельталет» на Советской 20 и нашел Андрея Левина и Миша Ощенникова. На тот момент был еще Гена Шевченко, но он с Орвинова. Больше людей, которые занимались парапланеризмом, просто не было. Вот. Когда я пришел... А Леша Юрков позже начал заниматься? Может, тоже где-то с тех времен. Леха Келл, он начал позже. Гораздо позже, лет через пять после того, как я начал. Понял. Вот. Ну, в чем просто... Ребята, когда я пришел к ним с этой телегой, что я буду идти в горы, подниматься вверх, а вниз лететь, долго ржали. Потом они долго ржали с того, как я купил параплан через объявления в газете. И вот в один из выходных Левин взял меня с собой. У него был на тот момент тоже баллоневый, других тогда не было. Параплан Рейсер весом 20 килограмм. Мой учебный весил 11. Вот. А Дей мог лететь. Ну, так я хочу сказать, он начинал его доставать с пешка, только когда гола метров 4-5. Меньше смысла просто учить не получил. Это не те парапланы были, да, которые сейчас? Ну, если я сейчас достану... Они больше на парашют. Вы спросите, что это такое. Они на парашют больше похожи, да? Да. С такими большими воздухозаборниками, да? Учебные именно так. А спортивные похожи были на современные. Ну, ткань была другая. Я говорю, веска спортивного крыла была около 20 килограмм. А это только крыло? Да? То есть, вы представляете, ну, 15 с подвеской там все 20 с лишним получалось. А то и 35. Ну, классно. Вески были тяжелые. В общем, да. И вот. Так может лучше в таком случае пешком скушаться, чем поднимать на горы 35 килограмм? Ну, я... Вес я носил достаточно приличный на тот момент. Ну, мой учебный весил вот... Ну, как сейчас. Я меньше носил с собой всякого барахла, которое... Во-первых, у меня не было никогда запасного парашюта в последнее время. Подвеска весила... Килограмма, наверное, 3. Она шла в комплекте с этим парапланом. Ну, кто начинал в 90-х, они отлично понимают, о чем я говорю. Ну, и вот по чуть-чуть до меня дошло. Ребята показали. Мне очень повезло, параплан оказался летающим. Андрей его проверил на первом выезде. Сказал, вот обратите внимание. Если бы мы и не свернули подошли, мы бы вышли оттуда. Да, да. Просто клинок большой. Вот ориентир сейчас будет урис, а справа. Ну, в общем, вы можете оценить, вот по рассказу Георгия, насколько безопаснее стали полеты. Нет, все сейчас стало, конечно, абсолютно по-другому. Просто в корне по-другому. Вообще все не так, да. Во-первых, параплан легкий, вон, рюкзак полностью, да. И это у меня, может сказать, не самая облегченная снаряга. Но рюкзак весит 10 килограмм. Это, ну, это рывок, да, в технологиях, можно сказать, в современном мире. И безопасность вышла на абсолютно новый уровень. Плюс стали использовать запасные парашюты в обязательном порядке. Несмотря на то, что безопасность параплана выросла, но запасной парашют всегда есть. Хотя раньше параплан был опаснее и летали без запаски. Ну, как-то так. Наверное, в силу того, чтобы как-то облегчить рюкзак, наверное, да, все-таки? Ну, нет, наверное, все-таки из-за того, что народ был беднее в 90-е. Кто мог себе позволить, покупал, конечно, запаску. Она была тяжелая. У меня сейчас, конечно, этот СП 2,5 килограмма весит. Но на тот момент были примерно только такие. А вот так хотелось. Парапланы были медленнее. То есть у меня стандартный ход событий был. Взлет на оборонке. Вот, озерцо запоминайте. Да, да. Вот, и нам вверх. Все, вот сейчас только подъем начинается, да? Да. И сейчас, если мы выложимся, мы через полчаса будем доставкой. Ну, отлично. Вот. Парапланы были медленные. То есть стандартный ход событий для меня был на оборонке. Старт. Потому что если дует слабо, я полечу вниз на своем бревне. У него качество было реальное. Единица 3-4, наверное. Ага. Поэтому окно, которое ты паришь, было очень узким. С одного километра высоты, то есть с Ай-Петри, можно было, нельзя было долететь до посадки в Газпре. Такие парапланы были раньше. Ну, до Газпре-то, может быть, и долетишь, но все равно качество было очень низким. Ну, суть в чем, что по условиям это получалось для меня совершенно в порядке вещей. На оборонке старт, подъем над стартом метров сзади на 10. И полетел с задним ходом в лес. Ага. И съем. Да, это меня не удивляло. Это нормально, да? Да, это приходилось идти на этот риск проверка скорости параплана. Потому что, если ветра будет меньше, ты полетишь вниз, скорее всего. Вот. Ну, и плюс к этому, на параплане не было акселератора. Точнее, он был предусмотрен конструкцией, но Андрей Древин мне категорически запрещал его привязывать и использовать. Да, я знаю. Да, даже по какой причине? Потому что раньше в старых парапланах, да и даже не в настолько старых, как в 90-е годы, даже вот взять парапланы 10-15 летней давности, акселератор, выжимая акселератор, он тянул только А ряд, что крыло не наклоняло. Да, если сейчас конструкция акселератора наклоняет полностью профиль крыла вниз, то раньше загибался только лоб, что подвергало риску клевка, риску фронталки очень большой. Вот. И, конечно, использовать его можно было только в абсолютно шутеревых каких-то условиях. Ну, и соревнований тогда еще не было, поэтому, наверное, использовать его особо и не нужно было. Куда-то Генка ездил, занимал места. Так вообще, между пилотами, как бы, вот сейчас есть системы сертификации, ЕН, АПНУР, ДШФ. А тогда у нас было понятие учебный аппарат и спортивный, и все. Ладно, все, не переключайтесь, мы поднимаемся. Подходим к вершине и, как говорится, до старта нам еще идти. Ну, в крайнем случае, мы вышли из леса. Уже практически. Вот по такому открытому участку идем. Я даже Георгию говорю, давай, может, отсюда стартанем, что подниматься дальше. Порывы мощные приходят. Не знаю, я, конечно, смотрю так, фоновый ветер не сильный, но порывы серьезные дуют. Ну, по факту, да. Чем выше поднимаемся, тем сильнее дуют. Вот сейчас дорога будет вот так вдоль обрывов идти, и там будут виды вот... Ну, выше будет красивее. А вон уже обрывы, южный слон. Выше будет красивее. Обрывы. Выше будет место, где видно само уши. Давай, а я буду бояться. Вот Саша обирал, вот у него, прости, когда лежат. Вот нас догнала еще одна часть пилота. И все, и остался один. Я на старте Подгорная. Приходят такие мощные порывы, наверное, метров под 10. Если... Ну, больше, вряд ли. 8-10. Чернореченское водохранилище. Самое крупное, самое большое водохранилище Крыма считается. И вот перед вашими глазами вся Байдарская долина во всей красе. Отсюда открывается вид, конечно, очень красивый. Вот на этой горке мы иногда летаем. И очень редко. Не на верхней, а вот которая пониже. Готовлюсь к старту. Вот такая компания у нас сегодня. Спрятались на метро. Я готовлюсь к старту. Сейчас буду пробовать. Перволетом буду. Спустя больше, чем 2 часа ожидания я в результате к старту готов. Вот такая вот компания. Насколько? Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь пилотов стоит на старте. И один уже улетел. Погода на слет. Поэтому будем смотреть сейчас мой слет с Подгорного. Впрочем, как обычно, я от Подгорного ничего другого и не ждал. Непонятно. Выдергивает. Опа. Ну, вроде нормально. Вроде летабельно. Тут все хорошо. Ну и полетели. Да. Болтанка под запиранка. Вот, ЧБС работает прикольно. Скорость 15 км в час. Так, одну спиральку сделал, чтобы оценить обстановочку. Много запада, конечно. С этой горы приходит ветерок ротаристый. Я за счет западного ветра на Дрейфе, можно сказать, лечу. Место, конечно, не самое удобное, не самое приятное для набора высоты. Но можно попробовать перелететь на более западные участки. Посмотреть, каково будет там. Возможно, там можно будет поднабрать что-то. А так набор есть. Скорости, правда, нет. Но набор есть. Я без акселя, в принципе, вершу на месте. С небольшим набором. Как по мне, пока достаточно все приемлемо. Сейчас попробую еще немного вернуться сюда, к старту. Тут немножко отвесеться. Высоты осталось тут что-то около 200 метров. Может, 100. Вот так выглядит поселочек Подгорное с высоты птичьего полета. С небольшой высоты птичьего полета. Красивые домики, ухоженная территория у всех. Класс. Да, здесь, конечно, в каждом доме здорово. Ну и все отлично. Вот моя посадка. Вот мое поле для посадки. Чтобы ближе к машине топать. Поле вроде сухое, это главное. Хорошая такая полянка, ровная, без кустиков каких-либо. Сейчас я на нее и заточнюсь. Вот она. Оп. Все. Все, давай. Все. Все. Всё, хорош! как удовольствие получено да в целом да хотелось бы больше конечно сколько я вон 18 минут показывает прибор я полетал я в принципе я же там еще у старта поболтал по накручивал там немножко полета на сегодня закончились для меня уж точно я налетался георгий заходит на посадку правильно место выбрал там не такой сильный ветер я понял хотя и тут более-менее собачка не осмелился стартануть возможно все пойдут пешком вот а я уже почти собрал свой параплан так мы георгий с боковичком садится в результате все хорошо ну и здорово я продолжаю собираться спасибо и никто больше не стартанул а я выехал уже из поселка подгорная еду в ялту через ласпи обязательно остановлюсь в ласпи посмотрю какие там условия время 6 часов вечера я когда ехал в сторону подгорного в ласпи была шикарная погода тяга с моря была офигенная здесь стоял пилот который ждал меня георгий который сказал что все погода есть стрит и на небе тяга вот приехали но по факту когда поднялись все было несколько иначе и вы это видели все всем пока до скорого до следующей пятницы и и и Субтитры создавал DimaTorzok